всем привет в этом видео я расскажу о механизме ограничения тока в контроллере вектор на что эти токи влияют не о том как их настраивать запускаю программу и устанавливаю соединение с контроллером на графиках выберу ток для наглядности нажму очистить ток колеблется чуть ниже 0 2 ампера ток при стоячем двигателя в контроллере существует три параметра ограничения токов это батарейный средний ток фазный средний токи мгновенный ток батарейный ток это усредненное значение тока который течет непосредственно по батарейным проводам фазный это действующее значение переменного тока синусного тока обычно протекающая по фазам двигателя значение этого тока в контроллере рассчитывается из батарейного и мгновенный ток это максимальное значение импульсного тока измеряемого с каждым импульсом шим как работают эти ограничения батарейные и фазные токи ограничиваются программно когда какой-нибудь из них достигает порогового значения программный перегулятор уменьшает скважность шим таким образом чтобы ток не превышался заданный порог при этом ограничение тока происходит не мгновенно с некоторой задержкой так как у регулятора есть свое время срабатывания программа контроллера позволяет его настраивать при текущих настройках время срабатывания будет где-то в районе 5 миллисекунд в отличие от батарейного и фазного тока мгновенный ток ограничивается аппаратно поэтому его быстродействие значительно выше но при этом ему требуется датчик на больший ток датчик тока так как сейчас я ставлю в контроллер датчик на 200 ампер то максимальное значение мгновенная тока которое можно задать это 181 ампер такое значение подходит для двигателя до 2 киловатт поэтому если используется более мощный двигатель то ограничение мгновенного тока желательно совсем отключить иначе он будет мешать разгону ограничение мгновенного тока срабатывает с каждым импульсом шим однако аппаратную часть ну компаратор можно включить в такой режим чтобы срабатывание было одноразовым а не каждый импульс шим а в этом случае модуль будет работать как защита от козы фаз в случае козы то есть при сильном росте тока и достижение им заданного порога произойдет от кого аварийное отключение шим примерно на пол секунды по истечении этого времени мощность опять можно подавать на двигатель и если козы осталось то контроллер опять отключится и так будет продолжаться до тех пор пока козы не будет устранен так как порог срабатывания защиты нужно поднимать еще выше чем при ограничении мгновенного тока то с датчиком тока на 200 ампер защиту от козы можно использовать только для двигателей до полутора киловатт иначе могут быть ложные срабатывания но если есть необходимость существует возможность поставить в контроллер датчик тока на 400 ампер это будет два датчика по 200 ампер при заказе это нужно будет сказать таким образом ограничение мгновенного тока может быть сконки сконфигурировано в одном из трех вариантов собственно само ограничение мгновенного тока это первый вариант второй вариант защита от козы фас или козы фазы и плюсового провода и отключена более подробно про токи ограничения я писал на форуме электротранспорта в теме про контроллер первое сообщение про ограничение идет под номером 142 в контроллере существует несколько режимов ограничения токов режим нулевой скорости в этом режиме ограничения несколько снижены на случай неправильного подключения фаз для защиты двигателя в этом режиме контроллер находится всегда когда двигатель остановлен режим настройки это когда на вкладке двигатель установлен вот этот флажок разрешить вот выскакивает сообщение в этом режиме токи сильно снижены для защиты ну и пользовательские режимы пользовательские профили это третий вариант в каждом из трех профилей токи можно задавать отдельно как только двигатель начал вращаться контроллер переходит в этот режим из режима нулевой скорости когда двигатель останавливается токи опять становятся такие какие заданные при нулевой скорости как я уже говорил токи задаются на вкладке двигатель справа в верхнем углу здесь есть окошки для ввода батарейного тока фазного тока и для мгновенного выпадающий список также для мгновенного тока есть переключатель который указывает контроллеру как он работает с мгновенным током то есть в этом случае мгновенный ограничиться здесь работает как козефаз здесь выключен справа столбец черными цифрами написано текущее значение ограничений тока сейчас здесь стоит вкладка разрешить и можно выполнять настройку двигателя поэтому ограничить ограничение тока самые минимальные если я убираю флажок разрешить вот текущей стали больше они соответствуют сейчас режиму стоячего двигателя если двигатель начнет вращаться то числа справа вот эти примут значения которые заданы пользователям уже для рабочего режима вот я сейчас крут ну двигатель вот двигатель вращается ток немножко вырос и текущее ограничение тока поменялись и соответствую тем которые заданы пользователям вот и останавливаю вращение вот они стали равными значениям которые соответствуют стоящему двигателю что тут еще есть в настройках тока можно включить пищалку при которая будет срабатывать при достижении током порогового уровня например так у меня сейчас колесо на холостом ходу и ток потреблять маленький поэтому чтобы продемонстрировать это я задам просто один ампир да я не говорил задаются в миллиампирах то есть если я задаю один ампир то будет тысяча тысяча миллиампир после того как я задал какое-то значение оно пошло в контроллер там пересчиталась вампира вернулась назад и немножко не соответствует тому что задан то есть я задал тысячу получил 960 если я задам 10 ампер то есть 10000 миллиампир получил вот такое значение вот так то есть немножко но не соответствует ну это ничего страшно так задаю один ампер и вращаю двигатель очищу график сейчас вот слышен писк и ток остановился в районе одного ампира все звук можно если выключаем звук то вот не пищит просто для информации пользователя так что тут есть еще не есть коэффициенты перегулятора пропорционально интегральная составляющая пропорциональную можно оставить в единице и и в общем то поднимать смысла нет а интегральную можно задать где-то 150 нормально будет будет быстрее срабатывать при слишком большой интегральная ну и пропорционально составляющие при срабатывании ограничения только может начаться вибрация и если такое есть нужно уменьшить эти коэффициенты сильных уменьшать не надо чтобы быстродействие не уменьшить уже то есть интегральное в районе 100 150 пропорционально 1 до 10 можно поднимать есть еще одно место в программе где настраивается настраиваются токи для режима остановленного двигателя это место находится на вкладке сервис и я его не рекомендую менять эти токи без консультации со мной вот здесь они задаются это токи для режима остановленного двигателя кроме самих токов здесь есть так называемый параметр таймеров 250 значения соответствует одной секунде что это такое это время в течение которого если двигатель и вот мы подали газ начался отсчет прошла секунда и если в течение этой секунды двигатель не начал вращаться то мощность двигателя будет снята до того момента пока газ не сбросишь это на всякий случай сделано для защиты от неправильного включения фаз чтобы не сжечь контроллер если вы уверены что у вас фазы включены правильно то этот параметр можно увеличить ну до большого значения допустим до 1000 ну фактически отключить его и токи здесь можно тоже задать равными пусковые токи можно задать равными вашим рабочим током если при разгоне при старте проблем нет лучше эти параметры не трогать зависит от двигателя по умолчанию они стоят этот 250 батарейные и фазные 25 ампер и 50 ампер соответственно мгновенно 66 теперь пару слов о том какие токи вообще задавать самый простой вариант допустим у вас двигатели 1 киловатт и напряжение батареи 48 вольт ну пусть 50 вольт чтобы удобнее считать было вот мы просто считаем чтобы получить один киловатт от 50 вольт нужно потреблять 20 ампер поэтому батарейный ток мы задаем 20 ампер вот 20 20000 можно так чтоб ровно было вот так фазный ток где-то в два два с половиной раза больше ну то есть вот 50 ампер пусть будет 50 ампер мгновенный ток ну он где-то еще раза в полтора два больше чем фазный зададим его от 90 пусть он так и стоял ну и включим мгновенный вот это для киловатт на двигателя допустим более мощная мини крошка 3 киловатта на 70 вольт 72 вольта ну пусть 70 чтобы проще считать было чтобы получить 3 киловатта на 72 вольтах это надо колесо с батареи потреблять 42 ампира поэтому задаем 42 ампира 42 42 тысячи фазный ток можно задать в районе 100 ампер 100 ампер так мгновенный надо уже поднимать высоко ну где-то 170 160 170 вот так так я очищу графики чтобы они не мешали работать можно остановить теперь допустим та же мини крошка но не на 70 вольтах а на 50 вольтах тогда и надо уже давать ток не 42 ампира а 60 ампер батарейные чтобы 3 киловатта получить 60 и фазные ну где-то 130 140 а вот мгновенного уже больше 180 ампер не задашь поэтому так как датчик только всего 200 ампер мгновенный ток нужно будет отключить иначе он будет мешать разгону вот это вот для мини кружки на 50 вольтах батареи то есть чем выше напряжение тем меньше ограничение токов мы задаем если на двигателе заданной номинальной мощности требуется получить мощность больше то можно поднять ограничение батарейного тока и еще можно поднять напряжение например для двигателя 1 киловатт если запитать его семье 10 вольтами и задать батарейный ток в 30 ампир то получится 2 киловатта фазной соответственно тоже нужно будет поднять на этом все всем пока